Это огромный фильм. Я дам ему по 370. А кто есть будет? Нас двое. А, много, да? Внутри кило. Киллорамы все нам надо. Если готовы, расчленить его. Закупаем мясо на шоссе. Убиенное сегодня? Да, свежее. Ну, сегодня мы свежее. Смотрите, у меня тут 500 рублей, я могу 480. 450, тогда у чего надо? Ну, некрасивый, я перфекционист. Цифры некрасивые. Скостью? Нет, все чисто мято. Мято-мято. Мято-мято. Свежайся. Пахнет хорошо. Ну, давайте вот этот кусок креснем. Пусть там пуля будет. Обожараться, расползти. 2335. 2330. Больше. 1600. Макс, как засечий киргиз, польскит его плачет. 1600. 1600 денег. Давай, мне расплачиваться. Я очень не люблю вот эти фильмы про животных. Кручила. Хатико. Ребятки, знаешь, привет, Ютуб. У нас гости Елена. Здравствуйте. Елена Рой. Елена натуральная, она мне сказала, потому что все натуральное, говорит. А я ненавижу ничего искусственное. И духовно натуральное. Практически мой учитель, наставник. Будем жарить шашлыки. Ты уже видел мясо закупленное. Как мариновалось, вот тебе смотри. Вот из стакенового куска будем шашлыки делать. Пол свиньи буквально. И много лука. Много лука. Свежайшая. Сегодня еще хрукала, бедная. Мариновать. Ты снимаешь, что ли, нахрен? Ага. Раньше времени я уже снимать начала. Вместе с мясом у нас еще и шампиньоны будут. Которые сейчас замочатся в чаши. Вот таким образом. И промаридуются вот таким соусом. Просто обычный соевый соус. Мясо нарубаем вот такими кусками. 50-60 грамм. Огромными. Чтоб взял, в рот засунул, так почувствовал. И практически все. Много лука. На такой объем. Тут больше 3 килограмм. Вот такой объем лука. Много лука мы любим. Его надо что? Его помять обязательно надо. Цифры идут. Чтоб он сок давал. Потом поставим все туда. Вот такой чили перец кусочком. Просто даст пикантности большую. Без фанатизма. Только метресит свет. Тут простейший рецепт, но с нашим секретом. Берем вот такие пакетики. Чим-чим. Но для моркови, но для мяса у нас он используется. Один пакет на 1 килограмм мяса. И смело в 3-4 килограмма выливаем тут. Тут больше 3 килограмм у нас. Тут уже всего достаточно. Соли, перца, уксуса и всего остального. На 1 килограмм 1 пакет. Это Макс придумал. Ему надо медаль нарисовать за это. Все, вот 3 пакета вылили. Помещаем лук. Много лука. Тщательно все руками перемешиваем. Заодно в нем хорошенько лук. Один пакетик. Пакетик вот этот для моркови по-корейски. На 1 килограмм мяса. Идеальная пропорция. Всего достаточно. Шашлык получается как из СССР. Были шашлыки. Вот такая фишка. 2, 4, 6, лучше 8 часов промариноваться. Всему этому делу надо. Уже всего достаточно, но я добавляю маленько черного перца. Чуть-чуть. Мастер-шеф из метро. Просто для пикантности. Лаврушку я не кладу. Не знаю, зачем лаврушку кладут люди. Получается маринованные огурцы какие-то на вкус. Все промешали тщательно. Чем лучше будешь смешивать, тем лучше сомнется весь лук. И отдаст весь сок в мясо. Похлопать обязательно надо вот так. И потопать. Потопать не надо. Все, весь рецепт. А вот эти шампиньоны. Просто берем чашку. Еще одну. Вот это нам ничего не надо уже. Маленько сполослюли под краном обязательно. Все шампиньоны. Неизвестно, где они бывали. И просто заливаем нормальным. Открыть надо сначала было. Заливаем мариноваться соевым соусом. Почти бутылкой уходит. И потом все это вот так шляпками вниз, чтобы не вытекал соус. И на гриле гриле. Все. И очень вкусно пахнет, кстати. Ура! По-моему, неплохо пахнет. Прекрасно пахнет. У нас секретный, потому что маринад, лук обязательно. Я еще не понимаю, чем. Лук я чувствую. Я рассказать на Елене, премудрой, прекрасной. Давай начнем. Начнем, там прогорает все. Братцы, начнем с чего? Наверное, с шампиньонов начнем. Сейчас я установлю решетки. Здесь я все уже раскочегарил. Да, столик забыл. У нас воробьи. У нас воробьи. Да нет, это, да. Объяснять дольше. Дольше, да, лучше. Да. И начнем, наверное, с шампиньонов. Вот так обмакиваем. И чтобы соус соевый оставался в шляпке. Да. Обязательно вот так. А что за соус? Соевый соус обычный, да. Чим-чим любой. И прям вот так его много, да? Да, да. Ой, будет божественно. Будет шикарно. Сейчас мы как-то компактно это все установим, дабы нам еще какие-то шашлыки установить туда. А про мариновку я Лене не сказал. Это Макс придумал. Макс молодец. Медаль нарисовать надо. И нам это понравилось. Знаешь, есть такие пакетики, приправа для моркови по-корейски, жидкое. Просто берешь один пакет на один килограмм мяса. И там уже всего достаточно. Все там есть. Соль, да. Ну, при желании можно еще черного перца добавить. Ну, там априори уже всего достаточно. И очень просто все это. Расход соевого соуса, конечно, меня... А, мы можем сюда макать эти шашлыки. Так, тут в разгаре уже этот... Можно нанизывать, если есть желание. Я буду, да, с удовольствием. Лена, зови любой кипиш. Легко. Вот. А я буду класть или... А какое там расстояние у нас? Нормальное такое? Да, на вечер. Вот пришлось даже после покупки гриля покупать еще дополнительно шампуры, потому что те коротенькие, обычные, которые... Ну, стандартные шампуры, а не короткие. Я обычно наблюдаю, как это делают. И сейчас вот это делаю. Ну, ну, скилл повышаешь. Да, меня надо хвалить. Ой, Лена, ты смотришь, как нанизывать. Как будто всегда этим занималась всю жизнь. Вот, всю жизнь. Я просто знаю, что нужно продольно делать, чтобы не вертелись. Да, вот видишь, уже у тебя знания-то есть. Да, знания есть. Что, еще? Нет, да, вот, достаточно. Я же еще это... Знаешь, что? Маленько надо, знаешь, как делать? Что? Поправлю маленько. Маленько друг от друга их вот так. А отделять, да? Не надо лепить. А я вот все время леплю. Хорошо, я буду расстояние делать. Он тогда будет со всех сторон прожариваться, а если впритык они будут, они... Ну, это перфекционист. Ну, да. Да? Ну... Я, да, но это болезнь. Мне просто нужно делать все, как нужно. Типа вот. Или делать хорошо, или не делай никак. Правильно? Я всегда говорил, или делай хорошо, или не делай никак. Зачем хреново делать? Я думала, мы сначала эти положим, закроем, изготовим, потом... И что, мы одни шампиньоны будем есть? Мы будем с мясом есть шампиньоны? Пока нанизываем, они изготовились бы уже. Ну, вообще, Люба, что-то про... Может быть, мы сейчас три сделаем? Да, давайте. Три сделаем и закроем. А потом будем уже не торопясь... Там у нас вот новая кошка, которая вдруг решила... Новая кошка. Ну, уже третья? Я не помню уже. Так, ну, расскажи секрет-то вот. А-а-а, я же так и утаил. Да, ты же утаил. А, так я сказал, что... Я жду, нет, ты не сказала. Пакетик? Ты потом. Это вот про эти пакетики? Да. Просто на один килограмм один пакетик жидкого для моркови по-корейски соуса вот этого готового. Также я добавлял сюда черный перец, но это уже так. Не обязательно, но лучше. Ну, пахнет очень хорошо, я сказала. Лук, лук. И... Камера, конечно, друзья, вам не передаст. Нет, никак. И затворяем. Открываем сезон шашлычный. Уже к закату лета, блин. Капец. Ну, открыли в Новосибирске, кстати, шашлычный сезон. Но там мне не понравилось, потому что совершенно безвкусные абсолютно были шашлыки. Мало того, что... Ну, не все любят уксус, конечно, без уксуса, но даже без перца. И без лука. Я лук там не видел, кстати. И лук, подлецы. Лук был. Подали нам... Нет. Лук просто нарезанный подали. Да у нас прокис шашлык два кусочка из-за лука за ночь. Лук был без уксуса. Кто подает без уксуса лук к шашлыку вообще? Это бред какой-то. Ну, согласись. Ну, не знаю. Ну, рецептов же много всяких. Тут вообще дело вкуса. Я как выявил? Если ты так считаешь, то, конечно, фигня будет. Шашлык, если ты вот так... То есть у меня такой стереотип, да? Ну, вдруг там уксуса не... Вообще это твое. В чем заключалась та тема, что, я говорил, мариновка мяса была без лука? Потому что лук был пресный. Просто обычный лук. Без ничего. А мариновка мяса без лука тоже какой-то... Ну, без перца, без ничего. Не, кстати, у меня очень часто такое желание, идея фикс, наверное. Просто, знаешь, на костре, на каком-то... Твое мясо? Да, ногу прям, допустим, целую. Баранью. Да. Да. Так организуем. Да? У нас там барашки есть в деревне, по соседству. Барашки, берегитесь, мы едем. Да. У меня в прошлом году такой случай произошел. Моя собака прям захотела мяса и баранчика привалила. Сцепилась в ляшку ему и сразу там половину обгрызли. Ого. Да. Такой вот был опыт. Боба его зовут, живет в деревне. Так, надо помахать. Любитель собак. Вообще это наше, я думаю, природное что-то животное такое, когда хочется мяса, просто на костре кусок мяса, вообще без ничего. Да, наверное. Вообще, мне кажется, знаешь, до хрена нам врет история. По сути, истории нету, потому что... Ну, это и идиотам надо быть, чтобы верить современной истории, всему, чему учат в школах. Да, вот и сам история. Вот такие шашлычки, ребятки уже. И как готовность определяется. Видишь, булькает, вот кипит соус соевый. Вот он. Я ближе не могу поднести, потому что телефон сгорит нафиг. Вот такие шашлычки. И вот у нас забулькали соуса в шляпках грибов. Знаешь, готово уже. Братцы, снимаем шапиньоны. Они абсолютно готовы, это точно. И снимаем так, желательно, чтобы не вылился соевый соус со шляпок. О, один уронился. Да это ювелирная работа. Шашлычник это не просто так. Конечно, пригорели. Шампиньончик тогда, не шашлычник. Шампиньончик? Ха, да. Шампиньончик, Лена говорит. Новое слово в кулинарной литературе. Да. Причем шампиньончик. О, шампиньончик. Да. Макс шампиньончик. И шашлычник. Так, ну я не знаю, давайте один кусочек будем пробовать как-то. Да, давайте как-то пробовать. Бери вилочку вот. Да. Я буду держать. Я думаю, еще вот этот вот. Туда, сюда. Да, можно. О. Ой, по-моему, прекрасно. Дальше снимаем. Да, там крови нет ничего. Нет, на все. Все замечательно. По-моему, готово. Ну, вот мы ей сказали, она пусть нам верит. Да. Приятного аппетита. Да, я сюда, Любочка, хотела. Пролезу поближе. Шампиньончик. О, шампиньон. Как остренько. Остренько. Хорошо. Ну я остренько, хорошо. А очень остренько. У меня еще очень. Чили перчики сушеные. Все это снимаем. Братцы, и первую партию готовили. Вот это убираем. Жара достаточно еще. Слушайте, ну классно. Решетки убираем. И следующие шашлыки мы будем готовить без решеток, разумеется. Для чего Макс купил длинные шампуры? Для того, чтобы... Что, нанизываю все-таки? Это вполне вероятно. Да. Мы сейчас сделаем вот так. Соли мало? Соли мало? Нет, нет, не мало. Потому что в шампиньончике достаточно соуса. И в шашлык. Я про шашлык. Сразу и то, и другое. Мне нормально. Я знаю, почему такие шашлыки. Потому что я их сегодня пришла есть. Я не люблю соль и люблю перец. Вот они. Да? Вот соусы. Вот соусы. А тут Макс еще сейчас Елену Премудрую будет угощать вот этими соусами. Вот сайта ТАП, которые к нам приходили. Это еще не все вынесены. Нет, там линейка 17 соусов. А вот эти самые острые, да? Нет, это мои. Вот. Лена, я уверен, такие соуса не пробовала еще. Апокалипсис. Какие нет, такие не пробовала. Вот апокалипсис надо попробовать. Каролина Рипер. Шашлык давай. Видосик был. Где он? Вот. А, вот он. Елена будет нанизывать. Да. Ну а что, гости, вы что думали? Гости, пришел, поел и ушел? Нет, вот надо работать. Да, тоже надо заставить. Отрабатывать. Что же, просто так что ли? Сначала трудимся, потом... Лупимся. Лупимся. Да, как налупились так. На ночь глядя причем. Время, блин, часов 9 уже, наверное. Да какая разница? У меня постоянно сразу, у меня борьба с лишним весом. Я в связи с тем, что так сижу все время. А я сейчас вам открою, друзья, секрет. Вес не зависит от съеденной когда-либо еды. От чего зависит? Совершенно от других вещей зависит. От вашей способности все копить внутри. И не освобождаться вовремя от всего. Как зашло, так и ушло. Конечно, конечно. Вот этот шашлычок, он еще с собой заберет лишненькое. Ну вот сегодня мне опять, кстати, когда покупал мясо, женщина сказала, которая салом так же торгует, у которой брали мясо, что от сала не толстеют, что Лена думает. Да, от сала не толстеют, сало это витамин А. А, кстати, я люблю сало. Да? Да. Для женской красоты сало полезно. А для мужской? Для мужской тем более, наверное. Потому что я не разделяю... Вот это куски, да, скажи? Да, хорошие кусочки, прекрасные просто. Лена, видишь, как нанизывают ровненько, все эстетично. И любой перфекционист позавидует. Ну, коим я являюсь. Да, зачем завидовать? Вот Любовь Геннадьевна вешает все время так, этот, полотенце. А мне надо свернуть в два раза его, чтобы красиво оно висело. И это просто ад для перфекциониста. Кстати, мы с Любовью Геннадьевной, у нас одно отчество, а я тоже Геннадьевна. А, да? Да. О, видали, какое совпадение невероятное. Думаешь, совпадение? Да, совпадение. Не думаю. Не покупаемся, может, еще что общего найдем? Ну, а что, мы на одной деревне с тобой жили, Люба. Как не найти? У нас тут уже много всего общего. Из этого вывод какой? Все-таки, вопреки всем плоскоземельцам, земля, наверное, круглая, походу. Мне так кажется, закрадывается такое подозрение. А я бы так не говорила, круглая, не круглая. Она постоянно меняет форму, все двигается, все же есть энергия, поэтому. Ничего симметричного, нет ничего. Ты не ранен перфекциониста душу, блин. Я все идеально, мне надо. Так у тебя душа такая красивая. Вот она вот у тебя очень симметричная, где надо, вся в цветке, в этом, да? Фрактально все отображается, перекликается, зеркалится. Вот тут у одного кусочка не хватает мяса, мне уже больно. Больно, давай добавим, чтобы туда не было. Пусть уже. Там, все-таки, как раз. Короче, я даже шампур на низу, да, чтобы одинаково все было. А это на самом деле, это и смешно, но это болезнь перфекциониста. Это вот не так, как бы это, прикольно, как кажется. Давай по-другому это назовем, а это будет не болезнь. Давай это будет, вот как будто ты всегда контролируешь, что ты здесь и сейчас. И для тебя вот это важно. На самом деле, правда, важно, если какие-то вещи. Это не надо, зачем болезнь? Это нормально, это норма. Норма, болезнь? Ну, нет же ничего, ни болезни, ничего вот этого вот нету. Но у коллективного сознания болезнь, да, у него уже определенный смысл есть вот у этого. И это уже некрасивая история. Вот. А когда ты будешь говорить, у меня вот такое свойство есть, например, моего характера прекрасного, а мне вот так-то и все. И все так чинно-благородно, да? Чинно-благородно, да, ты вот такой, у тебя вот так. Кстати, вот этот лук, я думал, можно его есть маринованный. Лена даже красиво делает, чтобы Максу было не больно. Чтобы Максу было не больно, а было прям вот совсем прям хорошо. По-моему, вот этот будет вот прям как нам. Идеальный. Идеально. Можно так возъедать, даже не жарить. Да, чтобы у тебя вот эта серединочка. Можешь на себя чуть-чуть еще подвинуть, да. Вот так, да. Ровно. Сейчас нанесем, потом будем пробовать шампиньоны. Они остынут потом. Остынут? Конечно. Ну, это в процессе. Тут и хлеб есть, вот. Ей кусочек этого мяса отдать, наверное. Пусть она ест. Муська назвали. Шашлык трескает вместе с уксусом нормально. О, она унесла куда-то. Она его унесла, спрятала, чтобы пока они это брали. Неизвестно, чего у этих. Ребята, я вам сейчас еще один секрет открою. Я шашлыки не ела вот так вот просто. Я даже не скажу, сколько времени. У меня такое интуитивное питание. Кому в гости прихожу, чем кормят, то и ем. О, это классный стиль жизни. Надо взять на заметку. Просто я была недавно, мы в деревне тоже там. У меня часто, очень часто, практически всегда жарятся штуки. Но там еще другой еды много. А так как я... И сейчас я даже не понимаю, что происходит. Но мне очень нравится. Потому что очень давно не ела, во-первых. Во-вторых, потому что Макс с любовью делали. Да, вот в том-то и дело. Я хотела только об этом сказать, что сделано с любовью 100%. Даже 200, потому что еще и Люба. Я не знаю. Я вообще готовлю, если я... Ну, я весь там. То есть, ну, я, наверное, увеличенный человек. Вот борщ я готовлю вообще по полдня нахрен. В 11 лет первый готовил, первый борщ свой, прикинь. Мама с отцом пришли, а там борщ. Ну, типа борщ. Правда, я перепутал последовательность. Не перепутал, а не знал. Я сначала капусту засунул, а потом картошку. И, разумеется, капуста разварилась. Так это правильно. Капуста должна развариться. В борще, вообще, борщ это вот именно вкуса капусты. Новая истинная. Да, серьезно. Картошка, это вообще можно больше без картошки готовить. Я готовлю сейчас больше. Не понимаю никогда, суп без картошки не бывает. 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 Вот вообще, на самом деле, я как бы не спорю. Просто уже много сейчас всего есть. Нас приучили, Лен, что с картошкой еще и с хлебом. Я согласна. Смотрите, я по пятницам у себя, значит, подаю борщ и сало. Но я борщ готовлю, он у меня веганский. А у себя это где? Только в столовке. В столовке на трикотаж. Надо Ленину столовку посетить. Мы любим столовые. Хорошо, свободный. Вход у меня свободный. Сейчас я в отпуске, вот. Но хотя мы можем... Мы просто можем с тобой поехать поесть. Со мной, да, со мной, да. Я буду для вас готовить. А ты будешь готовить? Да, ну, конечно. Повар будет готовить для нас специально в столовой. Где это было вообще? В моей столовой. Да. Обязательно, обязательно еще и всем покажем. Все покажем, расскажем. А сейчас мы здесь. Давайте вот про здесь. Лена нам задание дала. Сейчас будем пробовать грибы, допустим. И говорить, что мы чувствуем. Да, да. А у нас там больше ничего нет, никаких угощей нет. У нас есть сладенькое там. Так надо все на стол доставать. Прямо сейчас, чтобы снять? Прямо сейчас. У нас есть мед. Мед шоколадный. Ну, зачем мы потом будем дальше снимать? Может, мы на сладкий, когда стол сделаем? Ну, ладно. Будет добавляться на все. Всем, кто кушает полезного аппетита. Да. А это что? Вот это вот уже свежая петрушка. Кстати, там же у меня и огурцы же надо их все же порезать. Огурчиков же надо. А, огурцы. Давайте попробуем сначала грибы. Давайте. И что он себе представляет? И что я чувствую? Да. Так все вместе говоришь, что и другое надо. Я гриб хочу. Не знаю. И он соленоватый, поэтому хорошо, что мясо не соленое. Не бояться, проявляться. И надо теперь пить что-то. Очень соленое. Что-то мы не то сделали. Поэтому я и говорю, что надо то и другое. Не, у меня прям сильно солено. Может, у тебя много бульона там было? Я, вот мне ничего не надо, кроме хлеба. Вот хлеб люблю не могу, а я от него толстею, но я ограничиваю сильно себя. Если ты так будешь про хлебушек говорить, конечно, ты от него будешь толстеть. Конечно, потолстеешь. Я его не ем просто. Сидит человек, который 200 килограммов весу такой. Ну, я хочу про гриб сказать, что мне нравится. Да, он солоноватый. Он солоноватый, но это же соевый соус. Может быть, соус стоит разбавлять. Я соус разной солености бывает. Да, нужно разбавить просто соус. Разбавить, чтобы... Вот уже вы получили там экспириенс. Не допускайте такой ошибки. Да, я бы, знаете, что делала? Его разбавила, но еще бы я туда добавила зелень. И бульончик был бы с зеленью. И тоже было бы интересно. Соус такой. Вот, это было бы поинтереснее еще. Попробуй его, Геннадия. Я попробовала. Соленый? Да. Солноватый такой. Да. Но вкусно. И я возьму на заметочку. Никогда так... Он не сухой, а гриб не сухой. Мясо, его вкусно есть именно шампура. Там ничего не сгорит? Я думаю, нет. Да. Шампура божественная. Ну вот тебе не соленая ешь. Да. С хлебом в 10-м часу ночи. Кстати, мясо очень хорошо промариновалось. Прям очень хорошо. Мягко-мягко. А здесь еще, ну мы уже об этом говорили. Ну вы видели, как Макс мариновал его. Да, и у нас такое сегодня. Шампиньон соленый, мясо острое. Все как надо. Соусы. Какой рекомендуешь? Можно лаву попробовать. Соуса. Это все соуса. Он тоже острый или какой? Приличный. Короче, я не спрашиваю у тебя. Я сейчас буду про соусы говорить, что я чувствую. О, да, лучше так. Хабанеро. Каролина Риппер. Мне вот Каролина Риппер понравился. Так, ну название для меня ничего не говорит. Лава. Вот это пахнет очень вкусно. Ой, это интересно как-то пахнет. Цветочный. Цветочки прямо. А Каролина, она пахнет цветами. Это перец Каролина Риппер. Петер, сейчас будем все попробовать. Будем понять. Вау. Да. Изобильно. Там изобилие. Макс берет вот так. И Каролину Риппер наливает себе тоже. Кота, Кота. Да. Цветочек какой-то, причем знакомый цветочек. Но они все острые, да? Нет, вот эти не острые. Ребят, если сейчас у нас изо рта просто будет огонь, грища, не удивляйтесь. Просто тут все. Очень жарко. Гриль. Один слов. Надо сбивать будет это все арбузом. Молоком. Вот арбузом надо. У нас молока на столе нет, у нас есть арбуз. Ну, вода не растворяет молекулы капсицина, растворяет только молочка. Да. Вот это попробуй. Это барбекюшный. Давай. Понюхай только сладкий вкус. Цветочек сладенький. Он не сразу доходит просто. Ой, а вот этот такой, геркость такая. Да, да. На счет чего это такой вкус? Ну, барбекю. Нет, а здесь, ну. Что там дает этот барбекю? Ну, видимо, какие-то ароматизаторы. Видимо. Ну, это же все натуральное, соус натуральный? Да. Написано, что 100% все. Что-то я не могу, он густой очень. Давай как-то попробуем его ножом, что ли. Подожди, подожди. Он не хочет, подожди. Прям густой. Смотрите, какой густенький, густенький. Он еще и жирный по вкусу такой какой-то. Класс. Вот сейчас я его запробую. Оператор только смотрит. Вот такая участь у операторов, как другие едят. Я вот гриб еще охотаю. Видишь, что? Барбекю-то. Так, прожевывается. Отвал башки, да? Отвал. Вот этот вот прям можно уже отложить. То есть я еще хочется попробовать его. Все надо пробовать. Ну, я понимаю, что себе пробовать. А этот еще можно покушать. Витаминизация с огорода, братцы. Вот с огорода. Апокалипсис тема. Ну, название вертис. Само за себя? Да. Просто собью перец с остроту, если еще горчицы хапнуть. Но капсаицин и горчица – это разная острота. Горчица может быть и опасной. И это горчичный яд бывает, так что аккуратнее с горчицей. Капсаицин можно без меры есть, а горчицу нет. И лук тоже. Чеснок. Ты всегда так пугаешь своего зрителя? Да. Я их оберегаю от этого. У нас там собак, наверное, слышно хорошо. Там какая-то собака к нам рвется мясо поесть, если пускать. Так, я думаю, вот этот готовый уже. Азия соус. Ой, ты помнишь? Пахнет очень вкусно. Они все божественные. И партнер сказал, что он скоро пройдет еще. Все, я на обзоре не смог выбрать, какой из них вкуснее. Можно уже не закрывать. Ну, самый вкусный пока для меня вот этот вот барбекю. Свежий шампур с горячим мясом. А мне кажется, наоборот, не надо здесь соли больше. Лен, вот эти горячие кусочки прям. Вот эти. Да, хорошо, хорошо. А, Макс, с шампура. С ножа есть, с шампуров. Да, и еще можно огурцом взбивать, наверное, что-то. Вода вообще не растворяет молекулы капсайцина. Что такое капсайцин? Даже не знаю этого слова. Даже вообще не буду думать. Капсайцин – это вещество, то, что ты чувствуешь, жар. И он обманывает мозг. У него похожая на огонь молекула. И он, организм, обманывает тем, что ему якобы больно или жарко. И вырабатывается эндорфин за счет этого, чтобы погасить боль. И такое эмоциональное расслабление получается. Ну, не просто так едят перец, а чтобы сделать себе больно. Мазохисты. Нет, это так и есть. Я себе делаю больно, чтобы получить эндорфин от организма. Ты нам сегодня делаешь очень вкусно, а не больно. Очень вкусно все. Ну, круто. Вот, бери незаметку мариновку. И, кстати, видос посмотришь. Один пакетик на один килограмм. Больше ничего не надо, кроме лука. Просто москов. Вот, ребятки, вам Макс от души оторвал секретный рецепт мариновки мяса. И вот такие мясы. Ну, мясо точно. А ты помнишь, кто тебе продавал сегодня мясо? Да. Приятная женщина вам? Я засняла. Она в видео будет. Да, приятная. Вот. Тоже важно. С каким настроением вообще люди это делают? Ну, для меня нормально. Не сомневаюсь. Любовь, Геннадий, на одной телефон держит, на другой ест. Хабанеро. Тоже вкусный. Угу. Не пробовала еще? Еще до него не дошла. Вот эти я уже все попробовала. Пока лучше барбекю. Очень зачетно, что обычно вот такая бутылочка, 2-3 тысячи стоит американского соуса. У Тап-Тапа, который прислал нам их на обзор, 3 бутылочки за 1200, просто 1200, 3 бутылки острейшего соуса. Так, передерживать мы, наверное, не будем? Не пробовала. Да, еще не пробовала. Не передерживайте, ребятки, мясо, иначе высохнет и будет просто сапог. Подошва сапога влю. А еще, ребята, наверное, вот так вот много не жарьте шашлыка. Если у вас стоя, не надо кастрюлю еще вот эту вот всю пережаривать и есть. Это болезнь 90-х, когда голод был, максимализм и все вот это такое прочее. И это всегда так. Лучше пусть останется, чем не хватит. Чтобы все наелись, напились. А попить-то ничего не взяли. Там у нас соки есть. Энергетики пьешь? Энергетики есть. Я буду пить арбуз. Ну да. Арбуз, огурец. Арбуз, огурец. Да, я огурец ты не попил. Мы же ничего не солим. Только, конечно, потому что у нас соусы. Ну да. Соевый соус, все в соусах. Рлава, вот на Рлава. Ты пробовала уже? Я уже все их попробовала. И лучше, в общем-то, барбекю нет. Я думаю, Лена чилихет. Ни слезинки, ни фига. Ага. Сокли одни только. Ну, это мертвые лейкоциты. Ничего страшного в этом нету. На шашлык не наливается вот таким образом. Да, слушайте, ну, какой-то прекрасный волшебный вечер. У нас здесь, если передавать атмосферу, знаете, тишина такая. Вот прям штиль, штиль, штиль. Мне кажется, даже вот листочки на деревьях, они не шевелятся сегодня. Вон один шевелился, вот подлез, блин. Только что собака лая. Панораму сломал нам, идите. Да, вот если бы не собаки, я бы тогда, ну, как бы, да, понимания нет, где мы находимся. На каком-то просто волшебном, где-то отлетели вообще на острове. Мы вообще на необитаемом острове сидим, штиль полный, пришвартовались. Робинзоны. Робинзоны, да. Вот, так здорово все. Луны еще нет? Нет. Ну, пока нет. А заметили, да, тоже вот эти два дня луна, она вот такой вот огромный. Они огромные. Половина висела просто, очень низко висит. Так, ну что, смотрите, друзья, у нас вот здесь вот уже подостыло все. Извини, я тебя сейчас перебила, просто я хочу прям сказать. Я взяла горячий, я вот еще просто один кусочек съем, у меня еще есть место для него. Я прям специально шампура, как ты говоришь, надо шампурой, да. Намного охотнее. Я вообще не понимаю, что шло, когда приносят тарелки, тебе уже, ты не видел мне шампур, нифига, что это такое вообще принесли мне. А здесь мы сегодня все увидели, от начала и до поглощения. Да. Ну, что там я сегодня не остро, ничего. Вообще, Каролина Риппер очень остро-соус позиционируется. Возможно, сегодня на новую йога в стране станет меньше. Друзья, вы правда захотите попробовать всякую еду. В самом деле, просто так еды здесь нету. Все это создано для того, чтобы мы все это ели. Все пробовали, насыщались. Правда же? Эмоциями. Ну, чуть-чуть отлетел, мяско поел, так приземлился. Все. Дальше медитирую. Лена, отключает мозг, когда медитирует? Да я не медитирую. Не медитируешь? Я. Да. Ну что, мы, наверное, приступим к поглощению сей божественной амброзии. Любовь Геннадьевна заколевалась уже, так сказать, телефон, наверное. Мы тут едим, а она там стоит. Ну, еще, наверное, продолжение будет, потому что Елена Премудрая привезла нам... Вкусняшки. Вкусняшки какие-то. Если досмотришь видос до конца, узнаешь, какие. Я сам не знаю просто. Поэтому... Ну, мы мясо сейчас едим. Да, сейчас мясо налупимся. Да. Да. Вот у меня беда. Я очень животных люблю. Ну, и мясо люблю. И вот это вот капец просто. Долго разглядывать. Мощненькая вещица такая. Это Лена, Елена Прекрасная, нам подарила вот такой подарок. Друзья, я занимаюсь... Занимаюсь без занятия. Очень, очень, очень люблю коряги. Как бы странно это ни звучало. Меня интересует, очень люблю находить уже готовые вещи, которые лежат на берегах. В данном случае на берегах катунь. То есть это сама все сделала? Катунь, я обожаю катунь. Нет, это природа сделала, а я их просто нашла. Или они меня нашли. Ну, ты их соединила как-то? Ну, как-то соединила, да. Это люстра, я хочу, чтобы подарок у Макса такой остался с Любой. Да, они когда долгими зимними вечерами, не знаю, смотреть ли у вас. Это круто. Прям офигенно. Ну, такие подарки мне еще не делали. Такая все же когда-то, она уже впервые. Бывает, да. Бывает, когда-то. Мы еще не перешли к десертам, поэтому... Это следующий будет заход на видео. Да, так что не переключайте, будет еще что-то интересное. Еще седло. Нет, значит... Посмотри вот сюда. Так потому что HDR. Слишком седло. Да, класс. HDR, е-мое. iPhone forever. Это да. Кто вы? ЕГЭ? Я ЕГЭ, да. Ну, ЛГЭ была, еще ЕГЭ теперь. Да, мы говорим о том, что Люба, она ЛГЭ, а я ЕГЭ. А я вообще МБЭ. МБЭ. Появилась вот такая дымилка. Это полынь, братцы. Это Елена Прекрасная нам привезла чертей отгонять всяких. Все нечисть. Вообще полынь это очень загадочная трава на самом деле. Елена, наверное, даже расскажет больше про нее. Да, что шаманская травка избавляет от разного рода сущностей, паразитов в теле. В общем, одно прилигнете. Смотрите, что еще. Хочу сегодня еще вот так заключим. Догадайтесь, что это. Да, догадайтесь, пить чай. Люба заварила чай, кстати говоря, тоже вкусный. Чай у нас вот такой. Вот такой. А называется он? Вот так. Вот, мечта, звезда чета. Ну, это это, чай, короче, которые по 10 грамм продаются, как гигаин, блин. Макс, ну что, будешь открывать секрет? Ну, расскажите народу, что это такое. Здесь использовано два ингредиента в определенной пропорции. Здесь мед и бельгийский какао. Если нарушишь пропорции, совсем другая тема получится. Да, ну и в зависимости какой мед. А вообще, друзья, это все любовь и настроение, с которым все это делается. Поэтому нам приятного чаепития, а вам приятного просмотра. А вообще... Еще вот такая вот появилась валюта. Елена прекрасная говорит, я еще, говорит, горилку привезу. Я говорю, а мы вроде с тобой не пьем. Я говорю, у нас что в шифонере стоит, это все для гостей. Ну, говорит, для гостей здесь поставим. Так что... Да, делала одна мастерица, это просто бутылочка, понятно, использована другая. А напиток очень классный, кстати, благостный внутри. Но мы как бы для гостей. Не пахнет горилкой. Кому повезет, пока неизвестно. Пахнет какой-то травяной настойкой, приятной такой. Не горит. Я... Люба, ты с нами? Где твоя большая кружка? Давай. Класс. Ваше здоровье, товарищи. Да. Крестьяне. А мы будем... А мы будем к завершению готовиться. Мы наелись, наедли, напитли, теперь еще еще и напьемся. Всем, кто потребляет только подлинных напитков. Люба, тебе тоже ложечка. Мастер, я ложечка. А мне самая большая ложка просто. Ну вот. Зачем мне такая большая? Да, пожалуйста. Смотри, дала, отобрала. Капец. Я даже не успел насладиться еще ложкой. Вот, пожалуйста. А, ой, еще. Отдали, но уже с профитом. Шоколад. Вот то, что в Несле ели в 90-е, это вообще небо и земля. Если бы меня вот таким кормили в детстве, я бы охранил просто. Я бы другим человеком вырос. Я, может быть, даже Путину вырос, блин. Хочу вырос, а вот это, блин. Не, это очень вкусно. Мало того, что вкусно, это еще и полезно, потому что на меду, на натуральном, на алтайском. Так, ну я больше чувствую горький шоколад. Я же шоколад первым. Любишь ли ты горький шоколад так же, как люблю его я, нафиг? В этом и смысл, чтобы шоколад был горьким. Я, кроме как горький, не призываю никакие. Ну вот, лишь угодило. Вообще, на 100%. А вот то, что называют белым шоколадом, много раз говорил. В белом шоколаде нет какао. Шоколадом не может называться то, в чем нет какао. Это просто какая-то паста. И чем больше какао, тем натуральный шоколад. Вот 99% не пробовала шоколад? Пробовала. Вот эту тему прям. Да. Я его мажу медом обычно и ем. Правильная мысль. Все с медом. Все. Да. Так потому что Елена прекрасная жила. По фамилии Рой. Рой, кстати. Обрати внимание, фамилия Рой. Почему так? Потому что она так захотела. Я не могу сказать, что она родилась с ней, но она ее захотела просто. Да я просто на пасеке родилась, поэтому. Это Рой. Рой это от пасеки пришло? От пасеки пришло, да. А я думал, Рой будешь что-нибудь такое. Любишь чай сильно? У меня Рой не ной. Рой не ной? Да. Рой не ной, блин. Очень интересный собеседник. Вообще обо многих вещах поговорили. О просветлении, пробуждении. Тебе спасибо. Было очень интересно. Взаимно. И еще интересно сейчас будет продолжаться. Да. Ну мне просто отпустить пора уже и понять, что понимать нечего, в принципе. Блин. Уже вечер, уже ночер, мы заседаем и не против. Я вот говорю, что звезд не видят. А, вон одну увидел звезду. А приглядись подальше, еще увидишь. Я тебе их покажу. Увидишь в видео. А, ну луны-то нету, кстати. Луна, луна. Цветы, цветы. О, ни хрена себе там звезд стало. А, кстати, есть такая теория, что если в колодец спуститься днем, то из колодца видно звезды. Не слышала никогда такое? Да, кстати, слышала. Слышала. Странная. Это интересная вещь. Непонятная мне. Надо спуститься, да узнать. Пока сами не спустимся, как мы пойдем. Там вопрос не как спуститься, а как выбраться потом. Нормально. Там цепь с ведро. А то будешь жить и созертать звезды потом. И просветляться. Ты же уже однажды выбрался с колодца. А, ну, так не, не, меня выбрали оттуда, как бы. Ну, на самом деле же, вот. Ну, как бы. Выбрали же. Ну, да. Ну, наверное, я этого захотел сильно. Да. Во-первых, сначала ты захотел спуститься сильно. Ну, да. Спустился, а потом поднялся. И спуститься быстро. Как можно быстрее. Мгновенно. Да. Скоро света, о чем вы говорите? Вот так. Вот так вот все. За один портек. Вообще, на самом деле. До встречи. На самом деле, тихо, хорошо. Комары исчезли. Появились. Кстати, появились исчезли. А, ну, мы правильно. Обложились. Мы всяких этих понаставили. Шаманских травок. Да. Ну, травки, кстати, с горного Алтая. Настоящие шаманские травки. Руками тоже сделано одной девушке прекрасной. А вообще, вспомните, ребятки, кто в деревнях жил, вспомните дома бабушек своих, когда в сене заходишь, и в сенях всегда... О, отгоняют от меня демонов. И в сенях всегда пахло полынью, веники вот эти висели. О, это, в сенях. Я вот помню, вот заходишь к бабушке, и в сенях висит веник вот этой полыни. Он отгонял. Кто еще помнит, пишите, Максу. Кстати, да. Это тоже помните. Может быть, это эффект Мандела, опять же, но... Все. Ну, вообще, вся история эффект Манделы. Все, что ты знаешь, этого не было, на самом деле. Все это... Ай... Разводняк мирового масштаба просто. Да. Видите, как красиво. Вообще, самая интересная мысль, подумай о том, кем ты был до того, как родился. Вот это самая интересная мысль. Да. Ну что, мы наелись, напились, сейчас допьем. Вы сказали, что любите там длинные видосы. Ну, у меня DSL, колхоз технологии называется, интернет. По проводам телефонным там 5 мегабайт, а на заливку 0,5. Так что длинные видосы для меня каторга заливать. Ну, все для вас, ребятки, товарищи крестьяне. Я же знаю, что я не один крестьянин такой, а с Ахитом. Весь канал практически такой. Интересный сегодня был гость, собеседница, мастер. Ну, вообще мы все... Вломастер. Да, вломастер. Вообще все друг другу мастера в жизни, кто бы ни пришел в твою жизнь, все чему-то тебя учат. Важно просто принять и понять, что тебе пытаются сказать этим. Мы продолжим заседать, но ты уже устал, наверное, рассмотреть. Но пока исключение грусти, скоро мы с августами живи и береги себя, если близки за Россием Сибирского. Ну, а пока-пока. Пока. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк. Ценевое видео. Подписывайся на канал. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok